Разберем очередное тригонометрическое уравнение. Как обычно, в самом начале жмите паузу и пробуйте решить это уравнение самостоятельно. Это уравнение можно было даже назвать показательно-степенное тригонометрическое. Потому что у нас переменная x находится и в основании степени, и в показателе степени. Как слева, так и справа. Во-первых, заметим, что у таких функций основание должно быть строго больше нуля. То есть, если тангенс x мы потребуем, чтобы он был строго больше нуля, тогда автоматически и катангенс x, так как он является обратной величиной для тангенса, тоже будет строго больше нуля. А это значит, что переменную x нам нужно будет брать в первой и третьей координатных четвертях. Мы об этом, в принципе, будем помнить. Нам это потом чуть позже понадобится. Так вот, для такого уравнения нужно рассмотреть будет два случая. Нам в любом случае надо будет логарифмировать, для того, чтобы вот эти степени у нас ушли вперед. Поэтому, прежде чем мы будем логарифмировать, мы должны рассмотреть два случая. Когда основание равно единице. Кстати, если основание, то есть в данном случае тангенс равен единице, тогда автоматически и катангенс при этих значениях x будет тоже равен единице. И мы сразу получаем верное равенство. То есть, одно решение мы уже нашли. Давайте так и запишем. Первый случай, когда тангенс x равен единице. Но тогда автоматически и катангенс x будет равен единице. Почему? Потому что катангенс можно было выразить как единица, разделить на тангенс. Подставляем единичку, получаем тоже единичку. А это значит, что эти два уравнения можно будет заменить на одно. То есть, пишем вместо двух тангенс x равен единице. Потому что у нас как раз получается то же самое значение. Ну и теперь сразу пишем ответ. x равен π на 4 плюс πn, где n принадлежит множеству целых чисел. Одно решение нашли. Идем дальше. Второй случай. Второй случай мы будем рассматривать, когда тангенс x, мы уже об этом говорили. Во-первых, больше нуля. А значит автоматически и катангенс больше. Поэтому катангенс x больше нуля мы писать не обязательно. И когда тангенс x не равен единице. А значит автоматически вот из этого следует, что и катангенс x тоже не будет равен единице. Так вот, для этого случая мы можем прологарифмировать вот это наше равенство, ну например, по основанию тангенс x. Тогда логарифм по основанию тангенс x от левой части от тангенса x в степени косинус квадрате x будет равен логарифму по основанию тангенс x от правой части от катангенса x и все это в степени синус x. Выносим вперед наши степени. Тогда у нас получается, учитывая, что основание у нас уже мы знаем строго больше нуля, поэтому никаких модулей после вынесения степеней вперед у нас уже не будет. Поэтому у нас получается косинус выносим вперед, у нас остается логарифм тангенса по основанию тангенс. То есть это будет единица. Это значит слева у нас останется косинус квадрате x. А справа у нас будет синус x вперед выносим и остается еще логарифм по основанию тангенс от катангенса. Но катангенс это единица разделить на тангенс. Сразу заменим. А единица разделить на тангенс, это тангенс х в минус первой степени. То есть весь этот тангенс в минус первой можно было поднять вверх. Таким образом, минус единичку мы сейчас вынесем вперед. И у нас получится логарифм тангенса по основанию тангенс. То есть единица. Окончательно получаем, что косинус в квадрате х равен минус синус х. Теперь все это можно перенести в одну сторону. Косинус квадрат мы выражаем через основное триометрическое тождество. Выразим через синус. Тогда у нас получается единица минус синус квадрат. И все это переносим вправо. Тогда у нас получается так. Синус квадрат х минус синус х. И там у нас еще минус единица пошла. Так, или с плюсом. Там у нас она была единица. Да, с минус единица. Все правильно. Равно нулю. Ну и теперь относительно синуса решаем квадратное уравнение. То есть синус x можно было бы заменить на t. Давайте, наверное, заменим все-таки. То есть синус x заменяем на t. Получаем квадратное. t квадрат минус t минус единица равно нулю. Дискриминант находим. b квадрат это единица минус 4ac. То есть плюс 4 равно 5. А это значит корни t первое второе будут иметь вид минус b. Это будет единица плюс минус корень из 5 разделить на 2а, то есть на 2. Корни мы нашли. Делаем обратную замену. То есть у нас получается или синус x равен единица плюс корень из 5 пополам. или синус x равен единица. Давайте, наверное, минус мы вынесем. Давайте минус вперед вынесем. Тогда у нас получается в числителе корень из 5 минус единица пополам. Вот так удобнее будет. Далее заметим, что вот это число корень из 5 больше корня из 4, а значит больше 2. Значит получается в числителе у нас число больше 3, значит это число будет больше 3 вторых. Больше полтора. Давайте, наверное, это запишем. То есть единица плюс корень из 5 пополам больше единицы, но множество значений синуса от минус единицы до единицы, значит первое уравнение корня не имеет. Пустое множество пишем для первого. Остается только второе уравнение. Как его решить? Вот давайте сейчас сразу посмотрим, как найти решение вот этого нашего уравнения. На единичной окружности мы покажем сейчас эту точку, выберем то, что нам нужно. Мы помним о том, что у нас с вами x должен, учитывая, я уже говорил, давайте вот здесь вот мы допишем, допишем все-таки. Вот давайте, наверное, здесь вот здесь допишем, где тангенс x строго больше нуля. То есть нам нужно это учитывать при записи вот этих наших решений. Это важно. Так вот, тангенс x строго больше нуля у нас в первой четверти и в третьей четверти. Покажем вот эти наши значения. Синус равен отрицательному числу. Корень из 5 больше единицы, значит это число положительное, это значит минус отрицательное. Значит это число находится, давайте его покажем, вот где-то здесь. Здесь по оси синусов, то есть мы запишем вот минус корень из 5 минус 1 поделить на 2. А это значит, давайте вот сюда минус я перенесу. А это значит у нас будут точки, одна точка будет в третьей четверти, а другая точка будет в четвертой четверти. Но в четвертой четверти вот эта точка нам не подходит. Значит, у нас остается только вот эта одна точка в третий четверть. Только одна точка. Как ее найти? Как записать угол, который соответствует этой точке, и потом прибавить период 2πn, чтобы мы снова попадали в эту же точечку? Чтобы найти эту точку, давайте покажем вот это же значение симметрично вверху. То есть вот здесь мы его покажем. Это будет уже с плюсом корень из 5. Минус единица пополам. Вот она эта точка. Покажем точку симметричную относительно начала координат. Вот она эта точка. Вот она. И вот теперь уже эту точку мы можем записать через арксинус. Почему? Потому что вот этой точке, вот эту точку мы не можем записать через арксинус, потому что арксинус у нас находится в пределах от минус π на 2 до π на 2. Поэтому мы с вами вычли π, или прибавили π. То есть мы перешли, да, вычли, наверное, точнее будет. Можно прибавить. Короче говоря, мы перешли с вами вот сюда в первую четверть. Мы видим, что для этой точки синус равен вот этому значению. А значит угол, который соответствует этой точке, равен арксинусу корень из 5 минус единица на 2. Но нам нужна не эта точка. Нам нужна вот эта точка. А она отличается от той, что мы нашли, ровно на 180 градусов, то есть на π радиан. Таким образом, мы пишем решение для вот этих точек. Записываем. Записываем. в первом случае. Где у нас решение для первого случая. Вот оно. Давайте πк возьмем. Хотя можно было и n взять, потому что они друг от друга не зависят. Ну давайте k запишем. k принадлежит множеству целых чисел. Множеству z. Ну и теперь можно объединить эти корни и записать ответ. Пишем ответ. Ответ. Во-первых, π на 4 у нас корни. Вот они. Первая серия точек. Это π на 4 плюс πн. n принадлежит множеству целых чисел. Точка запятой. И арксинус корень из 5 минус 1 разделить на 2 плюс... Давайте здесь π за скобки вынесем. У нас тогда сколько получится? 2k плюс 1 умножить на π. Где k принадлежит множеству целых чисел. Задача решена. Кому решение задачи понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео. КОНЕЦ